Дорогие друзья, с вами доктор Константин Сегодня тема лекции друга следующая Точка РП3 Тайбай, относящаяся к меридиану Тройного обогревателя, пожалуйста внимательно смотрим Является точкой духа Собственного меридиана Меридиана поджелезенки Поджелудочной железы Что же такое Дух меридиана Когда нужно работать с этой точкой Но с этой точкой Нужно работать тогда Когда вы чувствуете, что Человек плохо развивается Развивается в этом мире То есть скажем Эта точка хороша Когда ребенок начинает восстановиться В этом мире Как личность Либо его восстановление, восприятие мира Идет, скажем так, не так, как бы родителям хотелось бы Допустим, либо самому человеку Хозяину своей жизни Почему? Потому что Что такое точка духа Меридиана, селезенки, поджелудочной железы Эта точка способна Что? Самой выбирать И определять Качества, которые наделены данными Меридианами Наделенными Что это? Это прежде всего Индивидуальный мир человека Смотрите, как элементарно просто Точка сама выбирает Индивидуальный мир человека Только вот, конечно, многие люди хотят Другого мира Не хотят такой судьбы Хотят более другой Вследствие чего могут травмировать Свою что? Поджелудочную железу Через индивидуальный мир Это внутренний мир человека В котором идет борьба Борьба, прежде всего, двух стихий Разногласия, согласия С этим согласен С этим не согласен Здесь я буду воевать Здесь я отступлю Здесь я И эта борьба иногда бывает искренней Иногда бывает лицемерной И через лицемерие вы можете что? Оранить поджелудочную железу Либо что? Дух поджелудочной железы Это что? Культура поджелудочной железы Что такое культурный центр поджелудочной железы? Это тяжело описать Но если вы перестанете окультуривать растение Либо то длиное дерево Оно перестанет приносить плоды Это подсказка Это религия поджелудочной железы Что такое религия? Это познание Бога Насколько идет оно искренне Через данный меридиан А мы говорили уже, что меридиан влияет на религиозность Только вот надо эту религиозность Скажем так, что искренне в человеке пробудить Данная точка на тонком уровне может пробудить А на грубом уровне человек не захочет пробуждаться Потому здесь должна быть взаимосвязь грубого мира Тонкого мира Если этой связи не будет То у человека будет щука, рак и лебедь Эту басню все знают Так что не будьте повозкой Выберите одно направление и идите Это и природа поджелудочной железы селезенки Почему природа? Потому что мы уже говорили, что слово само природа Оно настолько интересно Что мы люди не можем понять Что каждый день природа в природах Она рождает нам новое И вот готовы мы встретить это новое Спросите у людей, которые перешли порог 50, 60, 70, 80 лет Вот как они просыпаются утром И как они воспринимают этот день Тогда вы поймете, что такое природа Элементарно просто Это характер поджелудочной железы Вот бывает, люди обладают не только характерами Своим чертой характера Но также есть черты характера и меридианов Только как человек замечает эти черты характера Мы на тонком уровне читали лекцию О поджелудочной железе Смотрите, действуйте То есть эти характеры Если вы можете воспалить через данную точку Либо приоткрыть Помните, уважаемые зрители Мы всегда говорили, что точку Либо поджелудочную железу Точки поджелудочной железы Нельзя сильно активизировать Нельзя воспалять вот эти вот качества поджелудочной железы Вот Что можно еще сказать о поджелудочной железе Поджелудочная железа является центром познания Мы говорили, что приставка по Это душа согласно-восточной философии Вот теперь смотрите Если ваше познание Никак не соответствует Вы ничего не узнаете Скажем так, не улучшите Вот сейчас модно говорить среди молодежи Вообще весь мир твредит Что надо учиться, развиваться, общаться Да, только это чаще Знаете, на устах у людей Не на сердце А за это отвечает поджелудочная железа Именно она Что собирает по знания Души знания В душе все знания слагаются Не вот здесь вот А в душе все знания слагаются Вот теперь посмотрите Как вы те или иные познания В вашем мире Либо в вашей жизни Скажем так Открываете, приоткрываете Насколько они играют для вас огромную роль Насколько они просто Ничего для вас не значат Для кого-то это человек целый мир А для вас это просто пустышка эти знания Прочитал книжку там Давай следующую там Подумаешь, ничего такого там я не нашел Потому поджелудочная железа Имеет огромнейшую роль И влияние для нашего с вами Организма И на тонком мире И на физическом мире Если вы хотите приоткрыть Дух Скажем так Меридиана поджелудочной железы Для благих целей Не для лицемерной Скажем так То пожалуйста Данная точка РП3 Тайбай Вам в помощь Здесь и название Само высшая ясность Данную точку Рекомендуется Для длительного прогревания Но Вы имеете право Прогревать данную точку Раз в 4 дня Не более В течение 12 месяцев Составить графики Работать с данной точкой При условии Если поджелудочная железа Не выполняет своих функций Данное прогревание точки Не должно превышать От 3 до 5 минут Строго В утреннее время С наблюдением Симптоматики Либо с наблюдением Как восстанавливается данный Меридиан Либо как он приоткрывает Свои скажем так Ограничивает свои возможности И приоткрывает свои меры Спасибо за внимание